После ракетной атаки на юге Израиля и ответного удара ВВС ЦААЛ по военным целям в секторе Газа, под обстрелом оказался север страны. В ночь с 23 на 24 апреля жители севера Израиля сообщили о мощном взрыве возле города Шломи, недалеко от израильской ливанской границы. Одну ракету выпустили с территории Южного Ливана в сторону Израиля. Никто не пострадал и не был причинен материальный ущерб. Системой службы тыла и ПВО успели провести мгновенный баллистический расчет, согласно которому ракета падала на открытую местность, поэтому сирену раннего оповещения не включали. В ответ на ракетный обстрел той же ночью артиллерия ЦААЛа открыла огонь и выпустила несколько десятков снарядов по территории Южного Ливана, откуда был произведен пуск, а также по позициям и объектам инфраструктуры Хазбалы. Помимо этого запустили около 20 осветительных снарядов. Сведений об ущербе и потерях на ливанской стороне нет. Через посредников израильтянам передали сообщение, что ракета «Град», выпущенная по населенному пункту Шломи, это предупреждение. И оно связано с событиями на Храмовой горе в Иерусалиме. Точных данных о том, кто конкретно стоит за запуском советской ракеты по Израилю из Южного Ливана, до сих пор нет. В последнее время в Южном Ливане, в палестинских лагерях беженцев, набирают силу близкие к Хамасу формирования. Накануне вечером главарь ливанской организации Хазбала, Хасан Насрала, выступил с речью, содержавшей намеки на некое возрождение палестинского вопроса. Вскоре после этого, впервые с августа 2021 года, радикалы обстреляли израильскую территорию из Южного Ливана. Хазбала не взяла на себя ответственность за этот обстрел. Оборонный кабинет решил не отвечать массированным огнем на каждый запуск либо кустарной, либо старой советской ракеты со стороны арабов. На минувшей неделе закрыли переходы на границы с сектором газа. Так перестал работать пропускной пункт Эрос, через который переходит большинство арабских рабочих и торговцев с территорий. Министр обороны Бенни Ганс заявил, что послабления возможны при условии сохранения тишины на границах. Около 20 тысяч палестинцев имеют разрешение на работу в Израиле. В марте обещали увеличить это число. Но то, что произошло в апреле, ставят планы под сомнение. Такого рода меры, лишающие привычного дохода многие тысячи палестинских семей, действуют не хуже оружия. Террористической организации «Хамас», контролирующей сектор газа, а также своих сторонников в Южном Ливане, приходится присматривать за группировкой «Исламский джихад». Работа палестинцев на строительных объектах, на промышленных предприятиях, в торговле и обслуживании в Израиле приносят руководству сектора многомиллионную прибыль. А обстрелы Израиля, которые из-под тишка позволяют себе эти формирования, наносят экономический и прямой разрушительный ущерб сектору газа. Уже на третий день Израиль простил «Хамас» за ракетные обстрелы с территории сектора газа. Закрытый с 24 апреля в наказание за террористические атаки пограничный переход Эрос возобновил работу уже 26 апреля. Израильские власти подчеркнули, что возобновления движения через КПП продиктованы поддержанием стабильности и безопасности в регионе. Реакция «Хамаса» на такой шаг доброй воли не заставила долго ждать. Один из лидеров террористов, Захар Джабарин, пообещал, что «Хамас» в следующем раунде эскалации выпустит первым залпом 1111 ракет по израильской территории.